Вести Карачаева, Черкесия Новые механизмы поддержки создания индустриальных промышленных парков и технопарков в регионах СКФО стали ключевой темой совещания под председательством полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чай В обсуждении вопросов повестки приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров и руководители субъектов округа Карачаев Чикесию представил премьер-министр республики Мурат Аргунов Руководители регионов обратились к полпреду с инициативой возобновить действия ранее отмененного механизма софинансирования затрат на создание индустриальных промышленных парков в регионах Северного Кавказа Ранее Юрий Чайко направил в адрес председателя правительства страны обращение с просьбой рассмотреть возможность участия субъектов Северокавказского федерального округа в конкурсном отборе на получение субсидий на строительство индустриальных промышленных парков в рамках государственной программы Российской Федерации экономическое развитие и инновационная экономика На сегодняшний день Минэкономразвитием разработано несколько механизмов создания индустриальных парков с использованием новых инструментов финансирования инвестиционных проектов Акционерного общества Кавказа РФ, а также критерии отбора соответствующих проектов Предстоящие зимние туристические сезоны и развитие туристического рынка на Северном Кавказе обсудят на пресс-конференции, которая пройдет на базе ТАСС 15 ноября О новых зимних маршрутах для туристов, единых стандартах кавказского гостеприимства, горнолыжных курортах и санаториях Северного Кавказа, а также о реализации межрегионального туристического проекта «Кавказ Гран-Туризм» расскажут заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства Христофор Константиниди, министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев и его коллеги из субъектов СКФО Карачаево-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер оригинальной поддержки для семей военнослужащих участников специальной военной операции Принятый ранее перечень мер расширен по указу руководителя региона и охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации Подробности у заместителя министра труда и социального развития Мадины Шаевой В соответствии с указом главы Карачаево-Черкесской республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения от 100 до 300 тысяч рублей И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции И приняты меры поддержки и семей, и детей И очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства Конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании И очень важно отметить, что в соответствии с поручением и главы республики За каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей В Черкесске работает Единый республиканский штаб по сбору централизованной помощи для военнослужащих из Карача-Черкесии Проходящих службу в зоне специальной военной операции и членовых семей В рамках его работы с целью поддержать наших бойцов Общественным движением Народный фронт реализуется проект «Все для победы» Помочь может каждый перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей стало гораздо проще Благодаря уникальному QR-коду Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции Кроме того, продолжает работу пункт сбора в региональном отделении Народного фронта по адресу Черкесск, улица Ленина, 34 Всю подробную информацию можно получить по телефону 8 928 027 41 22 Карачаево-Черкесия в числе субъектов страны с надлежащим качеством управления региональными финансами Оценка качества управления региональными финансами осуществлялась Министерством финансов страны по 8 направлениям Это качество бюджетного планирования, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, качество управления государственной общественностью и оказание государственных услуг, а также степень открытости бюджетных данных, выполнение указов президента России и соблюдение бюджетного законодательства За два года работы Центр управления регионом Карачаево-Черкесия обработал 20 тысяч обращений граждан и наладил эффективный диалог между органами власти и жителями республики Руководитель ЦУР Карачаево-Черкесия Ахмат Апаков отметил, что задачей Центра является работа с обратной связью между органами власти и населением, объединение лучших практик, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона По его словам, обработано более 17 тысяч обращений через систему инцидент-менеджмент Союз торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа Югры в эти дни в Черкесске проводит бизнес-миссию Югра Карачаево-Черкесия, в которой принимают участие предприниматели республики Встреча бизнеса двух удаленных регионов проходит в рамках реализации мероприятий по межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической сфере и в целях развития связей на внутреннем российском рынке Для расширения рынков сбыта производимой продукции, оборудования и предоставляемых услуг В онлайн-программе запланировано обсуждение представляющих взаимный интерес сторон в части, расширение бизнес-партнерства, обмена опытом по реализации проектов, проведение встреч в формате B2B, презентация компаний, представителей регионов, а также дискуссии по актуальным вопросам развития туризма на территории Югры и Карачаево-Черкесии В республике за последние пять лет открылись почти полсотни домов культуры В настоящее время ведется строительство четырех новых домов культуры на селе Работы вовсю кипят на объектах в Марухе, Домбайе, Первомайском и ауле Малый Зеленчук А в Черкесске на завершающей стадии реконструкция детской школы искусств Скоро это красивое полностью обновленное здание на Ворошилово распахнет свои двери для творческих и одаренных детей города В рамках нацпроекта «Культура» ремонтируется и Псыжская школа искусств Ведется реконструкция ДК в двух районных центрах – станицы Зеленчукской и Усть-Джигуте Только за последний год новые красивые и современные объекты культуры появились в ауле Кызыл-Октябрь, поселке Октябрьском и селе Дружба Еще в трех домах культуры была произведена полная реконструкция в Садовом, Кардоникской и Олибердуковском Объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Чекесе в январе-сентябре этого года составил почти 28 миллиардов рублей Что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года На начало октября в хозяйствах всех категорий республики намолочено почти 133 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе Что на 5,7% больше, чем годом ранее Урожайность выросла до более чем 43 центнера с одного гектара По голове крупного рогатого скота по региону составило 153 тысячи 300 голов, что соответствует уровню прошлого года Кроме того, сельхозпредприятиями и республики произведено 159 тысяч тонн молока Министерство труда и социальной защиты России опубликовало праздничные и нерабочие дни следующего года Итак, в 2023 году будем отдыхать так С 1 по 8 января неделю, с воскресенья по воскресенье С 23 по 26 февраля четыре дня, с четверга по воскресенье 8 марта в среду будет также нерабочим днем Затем с 29 апреля по 1 мая три дня, с субботы по понедельник С 6 по 9 мая четыре дня, с субботы по вторник С 10 по 12 июня три дня, с субботы по понедельник И с 4 по 6 ноября три дня, с субботы по понедельник Отметим, что в регионах страны могут быть свои нерабочие дни 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов указанных в направленных им налоговых уведомлениях за 2021 год Исключение граждане, призванные в соответствии с указом президента страны на военную службу по мобилизации Им автоматически продлены сроки уплаты налогов на период прохождения военной службы и до 28 числа, исключительно третьего месяца, следующего за месяцем увольнения с военной службы Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налоговой пошлин» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России Кроме того, исполнить налоговое уведомление без комиссии можно в банке, на почте или в уполномоченном МФЦ, а также в кассах местных администраций Потребителям Карачаева Чиркеска Энерго установят умные электросчетчики что поможет максимально снизить энергопотери С помощью интеллектуального прибора учета потребители смогут отслеживать свой расход электроэнергии на специальном пульте, на котором будут отображаться показания Новые счетчики, уже установленные за счет компании Россети Северный Кавказ в четырех районах республики, изменили к лучшему статистику потерь электроэнергии В парке культуры и отдыха Зеленый остров Черкеска ведутся работы по восстановлению водных объектов В настоящее время идет расчистка большого пруда, после начнется очистка малого пруда Работы позволят в значительной степени восстановить экологическое состояние водных объектов улучшить его качество, а также повысить рекреационные возможности городской среды Мероприятие планируется осуществить в два этапа В ходе первого будет проведена расчистка водных объектов от донных отложений и формирование тела прудов На втором создадут береговую экосистему с последующей биологической адаптацией в том числе улаживание берегов с креплением объемными георешетками организуют биоплата в месте впадения водотока в большой пруд и восстановят самоочищение способностей прудов В Карачаево-Чекесе на захламленном пастбище продолжают выпас скота, несмотря на опасность Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного отзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора вывело несанкционированную свалку на землю сельхозназначения в Ушчегутинском районе Установлено, что в ауле Новоджигута на сельхозугодиях, предназначенных для выпаса животных в хаотичном порядке разбросаны отходы производства и потребления пластиковая посуда, стеклянные бутылки, отходы древесных изделий, текстильные отходы на общей площади 830 квадратных метров На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия на участке продолжали выпас крупного рогатого скота Таким образом, арендатор земельного участка не обеспечивает безопасную среду обитания сельхозживотных Управлением Россельхознадзора арендатору земельного участка местному жителю объявлено предостереживание о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российский магазин-приложение Рустор станет обязательным для предустановки Данный сервис включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году Он заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам АПЛИСТ Решение вступит в силу с 1 марта следующего года В региональном Россельхозцентре начался сбор урожая вешенок Выращивать эти экологически чистые грибы здесь будут до апреля В прошлом сезоне было собрано порядка 3,5 тонн урожая В этом ожидается не меньше, все зависит от спроса А он, как отмечают в региональном Россельхозцентре, довольно высок На сегодняшний день уже собрали более 500 килограммов грибов Учебники по карачавскому и абазинскому языкам включены в новый федеральный перечень Книги для обучающихся начального образования по родным языкам Подготовлены коллективом Республиканского института повышения квалификации работников образования Кроме того, им же подготовлены материалы для создания книг в электронной форме По линии учебников по родному абазинскому и карачавскому языкам для первых-четвертых классов Студенты филиала Ростовского государственного экономического университета в Черкесске Присоединились к акции Народного фронта «Все для победы» и провели студенческую ярмарку Они напекли разных домашних сладостей и выручили 23 тысячи рублей Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачао-Чекесе Денис Струговцов Сборы в рамках акции Народного фронта «Все для победы» продолжаются Это не только федеральный сбор, но и региональный сбор Вот недавно Ростовский университет «Ринг» филиал в городе Черкесске проверили ярмарку Где студенты изготавливали свою продукцию и продавали ее Вырученные средства они перевели на региональный сбор в акцию «Все для победы» Спасибо большое члену регионального штаба Народного фронта в Карачао-Черкесской республике Ректору филиала Ростовского университета Чикатуевой Любовь Анатольевне И всем-всем студентам, преподавателям большое спасибо С 11 по 27 ноября в Карачао-Чекесе, как и страны в целом, пройдет Всероссийский экологический диктант В республике будут организованы 45 очных площадок на базе общеобразовательных школ И регионального центра дополнительного образования детей Участникам в течение 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов, касающихся природы, климата, экологической безопасности и других Узнать свой результат и получить диплом первой, второй или третьей степени в зависимости от набранных баллов Ввели сертификат можно с помощью личного кабинета на сайте ecodictant.rus в разделе «Мой эко-прогресс» Санитарная очистка берегов рек и общественных территорий прошла в республике в рамках масштабной акции «Генеральная уборка» В мероприятии приняли участие около 2,5 тысяч человек, которые в общей сложности собрали порядка 22 тонн мусора В рамках акции волонтеры провели уборку берега Кубанского водохранилища и навели порядок на береговых линиях рек Овечка и Абазинка Фонд «Жар птица» с 1 декабря текущего года по 1 марта следующего года проведет на территории Карачао-Чекеси 5-й республиканский благотворительный марафон «Сострадание», целью которого является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и подопечным детских социальных учреждений региона По итогам 4-го республиканского марафона материальная помощь была оказана в обследовании и лечении 48 детей а также передали продукты и предметы первой необходимости 111 семям Сбор пожертвований в рамках работы фонда будет проводиться в государственных учреждениях, на предприятиях, в медицинских и учебных заведениях Ну и последняя информация В Домбае прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева В состязаниях принимали участие 18 команд из 8 регионов России и Абхазии В результате упорной борьбы сразу 17 воспитанников спортшколы Черкеска стали победителями и призерами Различные медали в своих весовых категориях завоевали Ильдар Гачияев, Егор Орешков, Хасан Мучаев, Верослав Мезенцев, Ислам Байрамуков, Авдамир Гумжачев, Тимур Каблахов и другие Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла В горах местами плюс 4,9, в республиканской столице без существенных осадков Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 13 На этом информационный выпуск завершен, его провела Рита Нерова На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата» Внимание водителям грузового транспорта! Оперативный штаб Краснодарского края сообщает Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция А также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой Можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров Станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия До новых встреч!